Раз, два, три, четыре. Руку выше. Пять. И так нужно прокрутиться 20 раз на время. Наверное, вы сейчас подумали, что это за странная забава. Не будем вас томить ожиданием, раскрываем все карты. Это калмыкская игра вокруг колышка. Сейчас в неё играют школьники не только ради интереса, но и для того, чтобы проверить свою физическую подготовку. 20, стоп. Итак, результат второго участника. 34,5 секунды. Ведущей игры признаётся, если бы участники сделали все повороты вокруг колышка правильно, то на 20-й раз просто упали бы от головокружения. Следующее задание взято у нас из древней мифологии. Я думаю, что вы знаете прекрасно, кто такие титаны. Почувствовать себя сильными, как боги, в непростой игре «Титан» согласились парни. Им предстоит удержать на вытянутой руке табуретку, на которой стоит бутылка с водой. Победителем считается тот, у кого бутылка простоит на табуретке дольше. Участник игры Владислав Крашенинников поставил рекорд. В течение 40 секунд бутылка с водой не падала. Попробуйте, может и у вас получится. Следующее испытание прямиком из Грузии называется оно «Грузинское поло». Парни и девушки перевоплощаются в наездников. Задача, конечно, непростая, а еще нужно в таком положении мяч в ворота забить. Школьникам это пришлось по нраву, и они аккуратно выполнили данное задание. А это уже осетинская игра «Метание с плеча». Ее участниками, по правилам, должны быть только девушки. Серьезно? Ваши аплодисменты, ребята! Кстати, сам мяч довольно легкий. Внутри мешочка мелкая соль. Игра перетягивания каната зародилась среди мореплавателей, которым необходимо было поднимать паруса. Сейчас эта игра популярна во всех уголках мира. Этим же славится и веселая эстафета с обручем. Чем больше игроков в ней участвует, тем веселее. На этой спортивной площадке каждый из ребят сегодня нашел для себя игру по душе. Больше всего это, наверное, хоккей с клюшкой, потому что я сам три года занимался хоккеем. Вот это больше всего мне понравилось. Наверное, когда командное в обручье бегать, это интересно, это необычно. То, что не каждый может, наверное, так. Влезть в обручье все вместе. Такие национально-дворовые игры в Красноярске проводятся в рамках Большого фестиваля межнационального общения «Здравствуй». Его идея очень проста – познакомить жителей разных национальностей нашего города не только с друг с другом, но и с национальным игровым колоритом. Все мы одной национальности в городе Красноярске, все мы красноярцы. И я думаю, что мы не должны делить как-то друг друга по этим признакам. Если у вас появилось желание поиграть в эти игры и рассказать о них своим знакомым, то все в ваших руках. Во дворе дома можно устроить небольшие соревнования. Для этого необходимо собрать команду и зарядиться хорошим настроением. Погода, кстати, для игры во дворе подходящая. Редактор субтитров А.Семкин